Привет, с вами Велскум, у меня в руках айфон 4, который на презентации Стив Джобс сравнил со старой красивой камерой Leica. Вот эти вот ребята, на самом деле, несмотря на то, что выглядят как некий ретро-футуризм, современные камеры, это M10R, самая навороченная на сегодняшний момент, это Q2, про нее я уже рассказывал, я ее пару лет сам себе подарил на Новый год. Ну и, собственно, вы знаете, что айфон это некий символ, что ли, да, вот есть айфон и все остальное, также, на самом деле, и с камерами Leica, есть Leica и все остальное, и они снимают очень по-своему, есть целый культ, ребята угорают, поэтому в полный рост, в общем, Leica One Love. И когда нам ребята из российского офиса сказали, а хотите ли вы распаковать свежую камеру Leica M11, которая у меня вот здесь вот в пакетике, ее даже бросать не буду, потому что ну нафиг, на эксклюзиве я сказал, maybe, они говорят, а вы знаете, что эта камера прошла сертификацию MFI, made for iPhone, и это лучшая камера для айфона, я такой, вау, звучит как заголовок для ролика, поехали. Сегодня мы с вами посмотрим на очень дорогую Leica M11, и прикол в том, что она правильно полностью мануальная, вы за миллион плюс рублей снимаете на полностью ручную камеру, поехали. Собственно, давайте достанем, что у нас тут есть, во-первых, карточка памяти, быстрая, во-вторых, объектив, сейчас вы узнаете цену и охренеете, и сама камера, вот так, смотрите, какая приколюха. Как вы знаете, камеры бывают со сменной оптикой, как вот это M10R, и вот этот объектив стоит, хе-хе-хе, попробуйте написать в комментариях, сколько стоит вот такой вот объектив на камеру Leica, не очень большой, 35 миллиметров, ну, ну, прикиньте, вот прямо сейчас напишите мне, объектив на камеру, ну, объектив, объектив стоит дорого обычно, да? Здесь светосила двоечка, двоечка приятная, от 2 до 16, вот так вот крутишь, нравится, ну, ваше предположение, сколько? 50, 100, 200, 300, правильный ответ, 620 тысяч рублей, только объектив, не камера. Так вот, смотрите, на самом деле, Apple и Leica связывают прямо события, например, в 2013 году Джонни Айф и Марк Ньюсон, помните, был благотворительный аукцион Red, они тогда сделали Leica M-камеру, которая была продана, внимание, за миллион 800 тысяч долларов на аукционе, нихрена себе, они давно продали прототип Leica, который, по-моему, даже не фотографировал, тоже за какие-то сотни тысяч долларов. И прикол-то был в том, что дизайном этой камеры занимался также Джонни Айф и Марк Ньюсон. Ребята, знающие толк непосредственно в гаджетах, очень любят Leica. Почему? Ну, потому что, вы знаете, смотришь на нее и такой, да, это, во-первых, красиво, и, что удивительно, удобно, потому что не всегда эти моменты соединяются, а здесь это действительно классный продукт, на который очень кайфово фоткать. Ну, а Leica M- это репортажная камера, это, в принципе, очень известная в всех кругах железка, которую по праву любят и ценят. В этой коробочке у нас лежит Leica Samarit M 90 мм, это не очень дорогой объектив, в районе 170 тысяч рублей, ну, типа, знаете, вообще-то... У меня есть вот такой вот, он тоже 35 мм, как и этот, и даже обладает светосилой 1.4, но при этом он подешевле, да, потому что другая конструкция, это посложнее сама оптика, этот в районе 300 тысяч рублей, камера, мы не знаем, сколько будет стоить, я оцениваю в 700, поэтому камера плюс вот такой объектив, миллион рублей для вашего айфона. Когда ты устал от нейросетей и всех этих улучшайзеров, ты просто берешь Leica M за лям и снимаешь ручками. Давай посмотрим, что в коробке. Вот о чем я говорю, ребята, на коробке с дорогущей камерой Leica надпись Made for iPhone. Это Leica за лям, сделанная специально для вашего айфона, чтобы он, наконец-то, начал фотографировать по-человечески-то, господи. Возникает вопрос, впишет ли эта камера видео? Ну, вы как думаете? Нет, конечно. Камера должна фотографировать. Видео записывают, это, знаете, вот эти вот все комбо-странные ребята, настоящие профессионалы, они либо фото снимают, либо видео записывают, ты уже определись. Значит, комплект у нас приятный. Сама камера. Ну, вот так, по беглому взгляду, особенно человек неразбирающийся, хрен отличит. Новая она, старая она, они все выглядят плюс-минус одинаково, ну, как по мне. И это, на самом деле, и хорошо, и плохо. Да? То есть, любой сразу идентифицирует камеру лейка раз, но профессионал осознает, что это новое старое железо два. Но при этом они бывают в разных цветовых решениях. Вот эта черная мне очень нравится, она, как видите, черная мы предпочитаем. Но можно и поиграться с панельками, там есть, на самом деле, как себя развлечь. Причем, знаете, какой прикол? Вот эта черная алюминиевая, если будете брать серебристую, она на 100 граммов тяжелее, но потому что другой материал, добрый вечер. Батареечка в комплекте, своя, вот такая вот хитрая, чтобы вы кайфанули. Соответственно, она у нас является батарейка плюс часть крышки. Дальше, зарядочка, конечно же, вот такая вот суперпростая, стакан. И в комплекте также идет USB-C, Lightning кабель. Вы можете подключать эту камеру к своему айфону, чтобы загружать фоточки в Instagram. Сука. То есть ты покупаешь за лям камеру, чтобы загружать фоточки в Instagram. Уважение таким ребятам. В этом мешочке вы найдете, понятное дело, кожаный, потому что, ну какой еще кожаный? Кожаный вот такой вот ремешок. А также в комплекте есть еще всякие приятности в другом мешочке. Блин, как мне все это нравится, ребята. Вот это прям чувствуешь продукт, прям вот вообще не важно, как он на самом деле фотографирует. Важно, что он доставляет эмоции. Это для меня самое ценное. И здесь у нас хвосты, понятное дело. Здесь у нас американское, европейское, английское. Блок питания. И USB, USB-C это для зарядки. Это камера, друзья мои. В отличие от моей камеры, и это очень грустно в Q2, имеет USB-C вход. Соответственно, мало того, что вы можете передавать файлы по проводу без страданий, так вы можете ее еще и что? Правильно, заряжать просто тупо по USB-C. Вот, что мне прям жестко не хватало в Q2 и то, что отличает современную камеру от того, что было раньше. Смотрите приколюха. Старые камеры, цифровые, снизу были как пленочные. И это была, ну, определенная фетиш история. Сейчас от этого ушли. Камера больше похожа на современную. Здесь, соответственно, вставляется, пожалуйста, и карточка для хранения снимков, и батареечка. Но по габаритам она больше похожа на пленочную. И вы знаете, у меня есть ощущение, что она еще и чуть легче стала. На самом деле, с точки зрения удобства эксплуатации, конечно, поприятнее будет. Потому что, ну, таскать на себе кучу железа, это очень такое-се удовольствие. Ну, на уровне ощущений, как будто эта камера полегче. Хотя, могу ошибаться. Вот такой сетап, миллион рублей. Полностью мануал. Ну, да попробуем. Хотя, знаете, я что подумал-то? Ну, надо на нее поснимать, и потом вернуться с опытом эксплуатации, рассказать, что к чему. Поэтому для вас пройдет секунда, а для меня целая вечность. Ухожу в город, снимать на эту камеру, ощущать вайп, понимать, как это все работает. И когда к вам вернусь, я уже буду знать про эту камеру вообще все. Хотя, подождите, я что-то так переволновался, такой камера, что забыл, что здесь на экранчике, можно аж пленочку снять, это же распаковка, ядрен, пассатиж. Вот так вот. Экранчик не откидной, потому что, потому что пошел ты, вот так вот сказали в лейке. Классика. Вообще, здесь ребята, конечно, по традициям угорают в полный рост. Ну, это и хорошо, и плохо. Я лично такой подход, ну, скорее разделяю. Но, когда это соединяется, в смысле, традиции и опыт с удобством современного использования, это вообще идеально. Ну, как будто с эргономикой у лейки вообще все в порядке. Теперь надо понять, за что просят миллион рублей. Всем привет, меня зовут Илья Кичаев, я пишу на сайте вилса.ком. Я вклинился в это видео специально для того, чтобы высказать свое мнение о камере лейка М11. Просто потому, что я обычно на наш сайт пишу обзоры, собственно, камер. Серия лейка М это довольно удивительная камера. И удивительно то, что она существует в 2022 году. Она не снимает видео, у нее нет автофокуса, и стоит она, ну, много денег. Ходят слухи, что мы пока не знаем цену, то есть, скорее всего, сейчас уже ее объявили, что она будет стоить в России где-то 700 тысяч рублей. То есть, просто вот эта вот тушка за 700 тысяч рублей. Довольно приятная цена. Объектив еще 620, классно. У цифровых лейк М есть две категории потребителей. Первая это фотогики, которым интересно там крутить, настраивать все показатели. И то вот, понимаете, вы фотографируете и буквально создаете снимок. Вот, ну, по крайней мере, мне кажется, у этих людей именно такое ощущение есть. Вторая категория, это категория богатых людей. Им лет 40 или 50. Они, знаете, когда были детьми, смотрели на своих родителей или бабушек с дедушками, которые фотографировали на ФЭДы. Это ведь ФЭД, да, ФЭД. Или там на Зениты, или вот Зорки у нас тут есть. И очень хотели попробовать сделать фотографии. Ну, а родителям по каким-то причинам не давали. Ну, либо давали в руки, типа, на, подержи. Или вот камера уже на штативе стоит, все настроено, тогда нажми на кнопочку. Ну, просто потому что пленка ограничена, и переделывать тысячу снимков вот прямо сейчас, ну, к сожалению, не получится. И вот они, значит, достигли возраста 40-50 лет, забыв совсем об этих ФЭДах или Зенитах, потому что погнались там за быстрым или не очень рублем, или долларами, или какими там валютами, на которых они разбогатели. И вот в нынешнем 2022 году зашли в ГУМ и увидели Лейка. И у них так в голове вспыхнула Лейка. Это, кажется, та самая камера, которая ассоциируется у многих с военной фото-журналистикой, с репортажем, с какими-то великими фотографами. И тут у них вспыхивает. А ведь я хотел нажать на кнопку, ведь я хотел настраивать. Они поднимаются и видят Лейку М11. Они держат в руках и понимают, что могут настроить диафрагму, что они могут настроить фокус. И при этом тут очень мало каких-то цифровых помощников. В этом есть какой-то определенный кайф. Конечно, спустя время они понимают, что все это было, ну, не то что ошибкой, но просто такой временной блажью. И начинают продавать эти камеры. И вот тут и появляются фотогики, которые покупают эти камеры не за 700 тысяч рублей, а там за 300 или 200. Уже более приемлемая цена, более сносная. Им также интересно создавать снимки именно на эту камеру. Они, знаете, скорее всего, они не будут настраивать фокус. Ну, точнее, они будут там на какое-то определенное расстояние, потом переключившись, скажем, диафрагмой на V или там даже 11 в яркий солнечный день и просто вот так вот фотографируя, не видя, что снимает. Экран они вообще, скорее всего, не включают и отсматривают готовые тысячи снимков на компьютерах. И выбирая лучшее. Как жаль, что я не такой. Мне эта камера понятна, но мне понятно, что она не для меня. Это интересная камера, мне понравилась с нее картинка, мне, ну, вообще, Leica M, и вот особенно ее монохромная версия, это вот прям вот-вот интересно очень. Но когда ты берешь камеру с автофокусом и просто нажимаешь на кнопочку, и она фокусируется именно там, где ты хотел, какая же это свобода. Как же это классно. Но при этом Leica M, несмотря на то, что у нее нет конкурентов, и, в принципе, из-за этого, она достойна существовать. Поэтому, наверное, она и стоит очень больших денег. Кстати, прямо сейчас на сайте velsa.com появился первый взгляд на эту камеру. Я пока не писал обзор, потому что она еще сырая. То есть она нам пришла с нефинальной прошивкой. Она еще фотографирует не так, как будет фотографировать уже вот когда вы или, ну, не вы пойдете покупать ее. Поэтому я не могу получить точное представление, какие именно снимки она будет делать. Но что-то вы все-таки сможете посмотреть в этом ролике и на сайте velsa.com. С момента нашей последней встречи в этом видео прошло две недели. Прикиньте, мы записывали старт ролика еще в конце декабря, а сейчас камера уже поступила в продажу. Стоит 710 тысяч рублей. Мы оказались примерно правы. Плюс еще 600 с копейками вы отдаете за объектив, и вот вам камера за миллион триста. Ура! Илья Кчаев, который только что вам рассказал весьма обстоятельно про эту камеру, зачем она нужна и что она вообще умеет, скинул мне фотки, и я хочу их посмотреть, потому что сам-то я, конечно, поснимал. И вот наша Q2 боевая, про которую я уже не раз рассказывал. И другие камеры Илья Ки я тоже так или иначе пальцами тыкал. Так что M11 мне в принципе понятно, что она из себя представляет, более чем очевидно. Как она снимает? Вот в чем вопрос. Собственно, по ссылке в описании на Яндекс.Диске вы сможете найти оригиналы и покрутить их сами, если вдруг захотите. Ну а мы видим абсолютно странную фотографию красной площади, и, значит, тут вот гумчик слишком как-то ярко горит. То есть люди используют специальные светофильтры, чтобы снять вот с таким эффектом. Ну, ну выглядит прикольно. Хотя лично мне кажется, что если бы это было просто тупо четко, было бы еще круче. А главное, что такой фильтр можно накинуть в фотошопе или Lightroom или любом другом приложении вот так вот и не париться с оптикой. Но это, мы как поняли, уже отдельная абсолютно каста людей. Дальше у нас дядя Женя и его портрет. Ну, вполне нарядно. И вот тут появляются как раз вот эти вот и цвета лейка, и тон, и передачи, и моменты, за что эти камеры действительно любят. Стоит ли эта фотография дяди Жени миллион триста рублей? Ну, решать вам пишите в комментариях. А вот это у нас дядя Сережа. Он здесь такой похолоднее, задумался, смотрит куда-то. Но опять же, за счет того, что диафрагма лютая, размытие приятное, и видно, что это сделано прямо на камеру-камеру. Но лично я отличаю фотографию, снятую на телефон и на полноценную фотокамеру, на раз-два. Вот как раз по бокешечке видно, что она оптическая. Даже здесь видно, что размытие достаточно органичное. Все-таки нейросети и вот эти все приколы на телефонах так пока не умеют. Даже вот это, казалось бы, совершенно простая фотография в метро, а все равно глубина какая-то есть. Ну, здесь, окей, я попросил Илью накидать разных фоток, он, видимо, понял меня буквально. Это дом, окей, это дом. А вот это мне нравится. Здесь есть какой-то муд. Вот это вот, знаешь, когда появляется какое-то настроение. Вот человек идет. Здесь можно прямо историю придумать, куда идет, зачем идет. Рассмотреть его, посмотреть там детали какие-то, так-сяк, какие-то моменты, нюансы и так далее. Как и здесь, собственно, моя любимая снегоуборочная техника. Господи, здравствуйте. А вот это ночной портрет. И я могу сказать, что он здесь, звезд с неба не хватает. Но, как мне сказали, здесь использовался не лейко-объектив, поэтому, может быть, отсюда такой прикол. Абсолютно обычная фотография, снятая на обычную фотокамеру, по моим ощущениям. Какого-то прямо вау-эффекта нет. Как и здесь, собственно. Вот здесь миллион триста не читается вообще. А вот эта фотография мне очень нравится. Она, опять же, с настроением. Это самое важное. Как, собственно, и вот это. Здесь в смысле творческого момента ничего нету. А с технической точки зрения мне очень нравится, как какие-то элементы переданы. То есть видно, что камера. Как и здесь, опять же. Если вы думаете, что снять такой портрет очень легко, попробуйте. Ни хрена не легко. Очень хорошо отработала и камера, и экспонометр, и баланс белого. Практически не редактировались фотографии. Чуть-чуть, может быть, где-то температуру покрутили. В остальном это вот как есть, как камеры видят практически. Но это JPEG из RAW. Собственно, портреты, как вы видите, этой камере вообще удаются очень круто. И я на Q2 снимал. Действительно, вот если вы хотите снять сочный, прикольный портрет, лейко в этом плане годится более чем. Но, опять же, тут автор так видит. Вот эта фотография вполне динамика передана. Машина едет. В оригинале, говорят, была очень темная, сейчас стала симпатичная. Ну, здесь абсолютно дженерик. Вот здесь настроение, опять же. Ну, тут такое вот. Здесь тоже достаточно сложная картинка. Передана очень классно по диапазону, наверное. Так это назовем, как и вот эта, собственно, мне нравится. Опять же, за счет снега и подсвеченных снежинок смотрится очень прикольно. Обычная абсолютно фотка. Причем, мне кажется, камера отработала не лучшим образом. Какая-то слишком яркая область в середине. Вот это с настроением. Человек устал, человек отдыхает. Здесь нравится и бокей, и всевозможные вот эти вот размытия. Очень приятно. Опять же, когда передний план размыт, и у нас какая-то картинка в центре смотрится классно. Такое можно сделать только на камеру. Вот это с точки зрения техники мне вообще очень нравится. Здесь прям круто. Видно снег, и прям видно, что холодно. И предпраздничное настроение появляется. Круто. Здесь в меньшей степени. Вот это вообще непонятно, куда фокус прилетел. То есть, хотелось, чтобы все-таки, наверное, орлы были почетче. А здесь они какие-то ни о чем. Вот это прикольное. То есть, опять же, люди отдыхают, катаются на коньках. Смотрится круто. Вот, собственно, и все фотографии. И вы знаете, ну, все это можно снять на любую другую камеру, но в лейке вот этот особый свой вайп, понимаешь? Вот особый вайп. Потому что, ну, там свое комьюнити, там свои приколы, там люди явно переплачивают, как по мне, за камеру и даже, возможно, за объективы. Но их это вообще не останавливает. И мы с вами понимаем, что люди не покупают такие камеры, основываясь, знаете, на обзорах в интернете и не сидят сравнивать фотки. Они просто, хочу лейку, хочу вот так, и все, им нравится. И ничего с этим не поделаешь. А я вам скажу, что мы подключали, собственно, камеру к телефону через провод. Автоматически загружается приложение Leica Photos, и все очень приятно происходит. Тебе не надо подключать Wi-Fi, не надо заморачиваться, просто проводом ткнул и, соответственно, фотографии перекинул. Я решил снять этот видос, потому что, знаете, это вот что-то даже мне не до конца понятное. Ну, то есть, я люблю всякие странные дорогие штуки. Но это прям вот за гранью даже моего понимания. Это очень дорого, очень странно. Эта камера стоит как очень профессиональная техника. При этом, можно ли назвать ее профессиональной, но это вопрос вообще риторический. Если ты зарабатываешь с помощью своего хобби или просто деятельности, это уже не хобби. Это действительно может стать профессией, и ты становишься профессионалом. Даже если вы снимаете на телефон и зарабатываете с фото в Инстаграме, вы тоже профессионал. Вопрос многих факторов, насколько вы кайфуете от процесса, что вы делаете дальше, куда вы хотите идти и так далее, и так далее. Но лейк не подводит. Пока в мире есть такие странные ребята, которые делают настолько странные вещи, я спокоен. Поэтому 2022 год мы начинаем с уверенностью в завтрашнем дне. Пси, ебаный, ура. Спасибо, что смотрели это видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и совсем скоро увидимся. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...